Знаменитая немецкая группа Крафтверк появилась в Дюссельдорфе в конце 60-х. Эпидемия бетломании тогда еще не утихла, но простенькие мелодии ливерпульской четверки уже поднадоели. Меломанам хотелось чего-нибудь новенького, и ждать пришлось недолго. Первые же выступления группы Крафтверк, названия которой с немецкого переводятся как электростанция, вызвали неподдельный интерес публики и панику журналистов. Практически неподвижные на сцене и похожие на манекенов, музыканты прежде всего напугали своими красно-черными костюмами, которые вызывали у европейцев некоторые ассоциации с нацизмом. В те времена мир еще помнил, что это такое, и переписывать историю, как сейчас, слава богу, никому в голову не приходило. Но нашлись и критики, наоборот, обвинившие Крафтверк в симпатиях к коммунистам. Эти обвинения были несколько ближе к истине. Группу тогда действительно вдохновляла эстетика советских художников-авангардистов. Отсюда и красно-черная гамма, и обилие русских слов в оформлении концертов и пластинок, и сам индустриальный стиль музыки, словно бы навеянный ритмом фабрик первых советских пятилеток. Надо отдать должное музыкантам Крафтверка за то, что они не изменили своим принципам и заявленную тему единения машины и человека отрабатывают в своем творчестве до сих пор. Высший класс заключается в том, что очень абстрактные тексты и механические мелодии наводят на мысль, что их писали не люди, а машины. От этого формата музыканты Крафтверка отошли один, единственный раз, записав песню «Das Model». Бессменный руководитель коллектива Ральф Хюттер, который уже почти 55 лет притворяется на сцене манекеном, именно под эту песню вдруг оживает и позволяет себе слегка пританцовывать. Как «Das Model» появилась в репертуаре Крафтверка? Ну, все началось с художника и поэта, звали его Эмиль Шульд. Вот сейчас он появился на ваших экранах в левой нижней части кадра. Он занимался оформлением обложек группы Крафтверк и однажды влюбился в манекенщицу. Влюбился так, что потерял голову, написал о ней песню и осмелился предложить эту песню музыкантам Крафтверка. Текст им более-менее понравился, музыку они переписали и в 1978 году выпустили песню с синглом. Трек прошел на ура и моментально стал хитом. Даже сам Дэвид Боуи отозвался о нем восторженно. Интересно, что тогда по горячим следам никто не спросил музыкантов Крафтверка, а была ли девушка, та самая модель, о которой в песне поется. А когда спохватились, манекены уже перестали общаться с прессой. Молчит и автор, тот самый влюбленный художник Шульд. Так что тайна Das Model до сих пор не раскрыта. Какая модель из тех, кто был на виду в далеком 78-м, заставила петь о ней группу Крафтверк? Ну, Дюссельдорф по праву считается не только промышленным центром Германии, но и центром моды. Так что таинственной незнакомкой мог быть кто угодно. Есть версия, что это была некая Криста Бергер, но найти хоть какие-то ее следы никому пока не удалось. Поэтому появилась еще одна очень экстравагантная версия. У героини Das Model нет прототипа. Это, как говорится, то ли девушка, то ли видение. И написал песню не художник, оформлявший Крафтверку альбомы, а бездушный компьютер. Das ist das Model. Вот такая сегодня музыкальная история.